Роман Бойко В день полного освобождения Ленинграда от блокады Роман Бойко встретился с жительницей села Амурзет Александр Георгиевна Васильевой, которая родилась в блокированном городе и была в 1942 году эвакуирована на Большую Землю по дороге жизни. В осажденном городе погибли ее отец Фронтовик и мама. Сама она после окончания техникума по распределению приехала на Дальний Восток. 14 лет работала гидрометеорологом, студентка неоднократно ездила на Целину. Для Александры Георгиевны 27 января – особый день, радостный и скорбный одновременно. За залпом залп гремит салют. Ракеты в воздухе горячим цветами пышными цветут. А ленинградцы тихо плачут. Не успокаивать пока, не утешать людей не надо. Их радость слишком велика. Гремит салют над Неленинградом. Их радость велика, но боль заговорила и прорвалась. На праздничный салют с тобой пол Ленинграда не поднялась. Рыдают люди и поют. И лиц заплаканных не прячут. Сегодня в городе салют. Сегодня ленинградцы плачут. Роман Бойко тепло поздравил Александру Георгиевну с памятным днём. По поручению спикера депутаты законодательного собрания в этот день навестили всех блокадников, проживающих в настоящее время на территории области. Также в ходе поездки Роман Бойко встретился с руководителем секции гиревого спорта Сергеем Костиным. Мы будем учредителем этих соревнований. Законодательное собрание – учредитель. Руководитель регионального парламента поддержал инициативу общественников о проведении чемпионата ЕАО по гиревому спорту. Соревнования на призы законодательного собрания планируются уже весной 2022 года. В завершении поездки Роман Бойко поздравил народный коллектив казачьей песни «Гуляй, братки» с 30-летием. Юбилейный концерт прошел в районном Доме культуры. В своем поздравлении председатель парламента отметил большой вклад творческих коллективов района в сохранение и развитие культуры казачества. Приятно сегодня было участвовать в этом концерте. С радостью откликнулся на приглашение. Конечно же от души хочу поздравить народный ансамбль «Казачьи песни». «Гуляй, братки» с 30-летием. Весь концерт, но здесь не знаком из детства. Я честно попивал даже вскрыт. Кто меня там сидел, наверное, слышали. Этот ансамбль является визитной карточкой Октябрьского района. Как заявил Роман Бойко, усилия региональной власти губернатора Ростислава Гольштейна направлены на поддержку таких коллективов. А сфера культуры и развитие материальной базы ее учреждений – одна из приоритетных задач. Вячеслав Пасманник, Константин Земляникин, Кирилл Богаченко, Новости 21.